МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Полтора миллиона кубометров в год. Именно такой объем мусора в виде твердых отходов ежегодно вывозится из молдавской столицы. И эта цифра ежегодно растет. Скопление бытовых отходов на мусорных полигонах и многочисленных несанкционированных свалках это серьезная проблема для экологии Кишинева. Некоторые виды отходов не подаются гниению, и потому их бесполезно закапывать в землю. Их нужно утилизировать. И пока все это сегодня зарывается в землю в развитых странах мира, отходам давно нашли применение. О возможных путях выхода из ситуации на грани экологической катастрофы поговорим с сегодняшними гостями нашей программы. У нас в студии муниципальные советники от партии социалистов Республики Молдова Александр Комаров и Виталий Мукан. Здравствуйте! Здравствуйте! Я сегодня следил за тем, как проходил круглый стол с вашим участием, с участием чиновников, ответственных за уборку столичных улиц главного города страны. И прежде всего задался таким вопросом. Понятно, что в этой цепочке задействовано сразу много действующих лиц. И тем не менее, вот если захотелось бы сегодня среднестатистическому зрителю узнать, будем говорить в небольшой краткой форме, увидеть полную картину, как происходит процесс утилизации, сбора бытовых отходов в столице. Утилизация и насколько оправдана сегодняшняя тревога экологов относительно того, что Молдове грозит участь общая для стран свалок. Стран, которые буквально завалены собственным мусором и даже становятся, будем говорить, импортерами чужих мусорных отходов. Вот такой вопрос. Вот как сегодня происходит процесс сбора бытовых отходов от начала и до конца? Что дальше? Ну, я думаю, что кишиневцы в прошлом году, когда Буба-Ечи, мы, Депурчел, так называемые, стали блокировать свалку мусора, несанкционированную свалку мусора, что сделали, с моей точки зрения, видимо, правильно для себя и для города. Это все была незаконная свалка. То в городе стал накапливаться мусор. Мы увидели кучи мусора. Мы увидели крыс, которые бегают. И, может быть, впервые кишиневцы задумались, что такое вообще ликвидация твердых бытовых отходов. Ну, вместе, наверное, с Виталием Ивановичем мы немножко расскажем то, что мы успели изучить. Значит, ну, сегодня то, что требуется понять в первую очередь, это сбор мусора. Сегодня во всем мире происходит раздельная сборка мусора. Значит, негоже вывозить все продукты человеческой деятельности просто на свалку и заполнять эти полигоны, создавать новые полигоны и превращать нашу Молдову просто в бесконечное количество свалок. А мы это видим те, кто путешествует по столице, как раздувают эти свалки в поселках. Мы видим в наших суборбиях, что происходят незаконные свалки. Поэтому первое, что нужно, это вообще навести порядок в сборе, отдельно собирать бумагу, отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно остальные отходы. Почему отдельно? Потому что при раздельном сборе возможность переработки этого мусора значительно повышается. Тогда заводы в состоянии принимать чистое стекло, фабрики в состоянии перерабатывать этот пластик. Картон идет тогда, если он не испачкан на переработку картонной комбинаты. А если его потом вынимать из горы этого мусора, как он иногда раздельно собирает, а потом сваливается, и потом начинает выбирать этот загаженный картон, не то стекло, то это, конечно, ухудшает ситуацию. А нам необходимо, первое, резко уменьшить количество мусора, вывозимого на полигоны, и найти средства, по крайней мере, какие-то на уменьшение тарифов на вывоз мусора. Это, конечно, и переработка, и возможности его продажи. А какое соотношение между общим объемом мусора и тем, который уже изначально был, будем говорить, качественно отобран? И какая перспектива, какой запас прочности есть для увеличения этого качественно отобранного объема твердых отходов? Ну, порядка... То есть на сегодняшний день отбирается... То есть есть сортировка мусора, на сегодняшний день запущен пилотный проект по сортировке мусора. Но опять же, это уже вторичная сортировка, которую в любом случае жители Кишинева скидывают все в один контейнер, и потом этот мусор сортируется. Поэтому качество сортированного материала очень низкое. Но в любом случае, если это взвешивает, то это порядка 15% сейчас отбирается именно на вторичную переработку, что очень мало по любым меркам. Значит, в мире есть, которые безотходное производство, и там до нуля снижено именно захоронение мусора. Ну, я бы добавил несколько, Виталий, извини, что сегодня в пилотных проектах, значит, сегодня у нас нет законодательства, и исполнительная власть сегодня не имеет контрактов четких на переработку мусора. Появился один переработчик, с которым постоянно появляются пилотные проекты, взаимоотношения не выявлены. Он перерабатывает 20, 30, 40% мусора, из которых 15% отбирает, а остальные возвращаются на круги свои. Ну, вот я хочу сказать, что всегда оперирую таким тезисом, если хочешь изменить мир, начни с себя. И когда появились эти первые контейнеры, на которых было написано, допустим, именно, так сказать, целеуказанием, там бумага, стекло, вот эти сетки для пластиковых предметов, то хочу сказать, что мы вот всей семьей вот достаточно, так сказать, открыто стали, ну, то есть отреагировали на вот эти инновации. И буквально недавно заслужил такую, ну, волей-неволей похвалу своих соседей, потому что когда вдруг, неся там пакеты с мусором, в одной руке у меня коробки, коробки из-под, тоже там заказывали пищу на дом, пластиковые бутылки, все это быстренько раскидал по соответствующим контейнерам. И за спины слышу, это было ранним утром, Станислав, вы просто молодец, вот нам бы всем так. Я что имел в виду, не все готовы были в нашем доме, ну, и точно так же вести себя в отношении сбора мусора. То есть я разделил его заранее, быстренько раскидал, и дальше поехал на работу. Но я замечаю, что в контейнерах общего мусора очень много и пластиковых отходов, видно, что там и бутылки. То есть не все с пониманием отнеслись к необходимости вот так уже на начальном этапе начинать помогать нашему городу очищаться от мусора. Ну, вот на ваш взгляд, почему это происходит? Действительно, может быть, низкая культура или вот нежелание помочь себе, или непонимание того, насколько наше будущее завязано на сегодняшнем нашем поведении? Ну, если вы позволите. Ну, во-первых, мало кто задумывается над тем, что с этим мусором происходит. То есть люди собирают, жители собирают этот мусор, выкидывают в контейнер, и все. Я ради интереса, мы занимаемся этой темой с Александром Петровичем уже не первый год, и тогда участвовали, когда закрывалась свалка, когда восстанавливалась вывоза на Ценцарены. Но я спрашивал соседей, говорю, вот мусорки, да, а куда этот мусор девайс? Они говорят, ну, не знаю, наверное, закапывается куда-то. То есть люди не задумываются над тем, куда... И они очень равнодушны. Ну, люди... В том-то и дело, что люди, не понимая, куда он потом попадает, они даже не задумываются над тем, что происходит, какие процессы происходят. И поэтому, то есть я считаю, что именно низкая информированность людей, и поэтому мы имеем те результаты, которые имеем. Но если довести до жителей несколько аспектов, во-первых, то, что на сегодняшний день в муниципе Кишино есть одна свалка, ну, две там, и в водуловодах, да, она авторизирована. Значит, есть одна свалка крупная, которая авторизирована, которая создана по... согласно нормам, и которая работает в Ценцаренах, которая наполовину заполнена. И срок действия которой порядка еще максимум 8 лет. Если мы будем продолжать... В таком же объеме вывозить. В таком же объеме. Ну, объем увеличивается каждый год, как вы сказали, то хватит на 8 лет. А что завтра? То есть другой свалки такой нет. Новую свалку сейчас, либо новый полигон открыть, это, во-первых, очень большие средства. И невозможно. Есть огромное количество проблем. И вот если именно проинформировать граждан, если объяснить людям, ну, это огромнейший объем работы. Но эту работу надо выполнять сегодня. Ее надо сейчас начинать. Что надо сказать? Во-первых, Станислав, мы не знали, что вы такой патриот этого города. Мы вас пригласили бы на круглый стол. Приглашаем в дальнейшем. Значит, вот после установки контейнеров, первое время, несколько месяцев, вообще никто не понимал, что это такое. И уже со временем, надо сказать, что люди, тем не менее, имеют совесть и начинают вот этот раздельный, чуть-чуть, сбор мусора. Конечно, это нужная пропаганда. То есть мы начинаем обретать культуру. Ну, да, какое-то движение это есть, но нужно, видимо, и больше фильмов показывать, как это происходит, и что это даст в результате, и что наша страна не бесконечна, она не является просто сбором мусора. И вот Виталий начал с того, что вот эти, значит, полигон сегодня, значит, есть такая цифра, что тонна мусора, которая при подготовке полигона, 40 евро тонн организации. Это дороги, это сама подложка, это перерабатывающие заводы, это освещение, и так далее, и так далее. Это очень большие деньги, очень, 500-600 миллионов евро полигон. С тем предложением правительства, которое предлагает 8 полигонов, ну, это, значит, как сегодня на круглом столе сказал один из выступающих, вы с цензоренами справьтесь, а потом уже будете говорить о других полигонах. Так поэтому основная задача продлить существующего, подготовленный, подготовленный по всем меркам полигон, с цензореной, хотя бы, значит, уменьшить, как Виталий сказал, 8 лет, значит, уменьшить объем выбрасывания мусора путем переработки, мы сейчас расскажем о других путях, чтобы увеличить эту емкость до 15-18 лет, а за это время уже, конечно же, мы успеем, даже при нашем отношении и нашей бедности, уже подумать, какие дальнейшие пути возможны. Поэтому первое, и о чем мы говорим, значит, раздельный срок, сбор мусора, значит, снижает у нас тарифы, уменьшает количество вывоза мусора на полигоны и продлевает его срок службы. И это очень важно делать. И мы обращаемся ко всем жителям, коллеги, пожалуйста, значит, воспитывайте и себя, и своих детей, и своих близких, и давайте мы немножко здесь в этой части будем вести себя согласно законам. Вы затронули тему путей выхода из этой ситуации. Мы понимаем, что есть, да, один большой главный полигон. У него определенный свой ресурс. Где-то процентов на 50 он уже использован для заполнения. Есть возможность еще пополнить, но потом будет, понятно, поставлена точка в, так сказать, в судьбе этого полигона. Но как сделать так, чтобы продлить этот путь? Я понимаю, за счет, да, разделения мусора. Еще какие возможности есть для того, чтобы уменьшить нагрузку на этот полигон и продлить время для того, чтобы в течение этого времени может быть освоить какие-то новые технологии? И какие эти технологии могут быть? Ну, в шестом году, значит, был принят закон, хоть и была попытка построить мусоросжигающие заводы, но в то время технологии еще не были сегодняшнего уровня, и люди, и наши коллеги выезжали на места этого сжигания, и было понятно, что не стоит сжигать мусор, потому что все-таки есть большие опасности экологических выбросов. Сегодня же во всем мире, в Европе, в Америке, значит, сейчас в России, другого пути нет, кроме сжигания, и уровень этих установок такой, что сегодня демонстративно строится кафе на башне отвода этих газов, и там все идеально чисто. Нужно, конечно, воспитывать и наших законодателей, и выезжать, и смотреть, и начинать пилотные проекты по сжиганию мусора. То есть, практически, выход, выхлоп этого завода нулевой, нулевой, да? Абсолютно нулевой. Не загрязняющий, значит, если они прямо в черте города, значит, подходят с микрофоном, говорят, что у вас, они говорят, да, мы не знали, значит, специально вводят детей, значит, смотрят эти цветочки, показывают уровень загрязнения на эти станции, конечно же, они достаточно чистые. Но это физическая масса этого вот мусора, она же не превращается в ничто, вот судьба. Значит, здесь надо сказать, что вообще не все подвергнет, процентов 20-15-20, мы говорим, нужно переработать и уменьшить, и продать это все, значит, и процентов 40 еще в состоянии сжечь, не все сжигается, значит, надо, там тоже этот определенный путь есть, по крайней мере, сегодня мы не в состоянии все это брикетировать и сжигать, стоят достаточно мощные фильтры, достаточно подготовленное, значит, газоудаление, возникают, значит, все-таки фильтры где-то надо захоранивать, но это совершенно другой уровень захоронения и требует несколько других условий, но это уже не такой объем и не требует таких средств, чтобы решить вот эти именно, вот эти проблемы. а попутно, еще такой вопрос, пока вот, а попутно возникают какие-то возможности для получения, допустим, электроэнергии, тепла или еще как-то, раз уже будет происходить процесс горения. Да, вот эти пилотные, не пилотные, это уже европейские станции, у них они в среднем, если так, уже нашли компромиссы 60-80 мегаватт мощности, это достаточно мощные станции, сегодня Кишинев потребляет, у нас, ну, я даже не знаю, сейчас, давно не занимался, мегаватт 100-120-150, не больше, потому что промышленность стала, поэтому и количество тепла в режиме работы экогенерации, единственное, что нужно найти, куда отдавать это тепло, потому что базовое, это потребление тепла, если есть куда отдавать, то режим экогенерации, он очень хороший, и будет, как и отапливать, это тепло можно сделать наперед достаточно дешевым, значительно дешевле, условно, или наперед заданное дешевле, чтобы брали, чем городские тарифы. То есть, как минимум, двойная польза, уничтожение мусора и получение тепла. Тройное уничтожение мусора, раст, тепло для электроэнергии, которая пойдет в сеть по согласованным тарифам. Я что хотел добавить, во-первых, технологии эти и производство этих таких заводов уже есть во всем мире, то есть, есть и европейские, есть японские, и в России сейчас занимаются этими разработками, уже тоже там производят. Так что уже мировое сообщество, мир, переходит именно к этим заводам. мы не изобретаем велосипед? Нет, ну вы что, это уже давно, опять же, мы возвращаемся, как обычно у вас в студии, вообще, когда мы говорим о Кишиневе, мы не изобретаем тут велосипед. Уже давно во всем мире работают по этим новым технологиям. Это уже не ультрасовременные, это уже нормальные технологии, которые внедряются по всему миру, проверенные временем. Уже проверенные временем, уже работают, уже есть опыт, уже можно посмотреть, и есть результаты. И что я еще хотел добавить. Не сжигание мусора, это не в нашем представлении, что вывозится мусор на полигон, и выгружается в какой-то контейнер, и все это поджигается, и сжигается. Нет. Он идет, во-первых, в глубокую сортировку. То есть, отбираются именно материалы, которые можно отправить на переработку. Потом вторая фракция, которая составляет порядка 30-40%, так называемый РДФ. Это кусочки дерева, это кульки, одежда, тарелки пластиковые. То есть, те материалы, те фракции, которые невозможно отправить на переработку. Но они горючие. И оставшиеся, например, 20% мы говорим о том, что это идет сортировка, это идет материалы, которые можно переработать. Потом 40% это фракция, которая горючая, которую можно именно сжигать. И 40% это остается отходов, которые уже есть другие методы по их утилизации. Но они пока что рано нам говорить, нам потихоньку надо идти по этому пути. И они перерабатываются, но там совсем другие методы, другие способы переработки. Да, там ферментация тоже. Если правильно подходить, то это и удобрения достаточные, и компостирование. И там много этих вопросов. Но Виталий правильно сказал, значит, надо паску-пас, или степ-бай-степ дойти до этого. Поэтому сжигание, это не то, что в нашем понимании, что взяли, засыпали, и что-то горит, и все эти газы выходят. То есть, по современному... То есть, горит, но газы не выходят. Ну да. Горит, причем горючие материалы, которые это. И в чем там система? Там не... Да, фильтры, которые очищают это, но там высокотемпературные режимы, при которых сгорают все вот эти... При сгорании не выделяются именно газов токсичных и это. Кстати, есть проблема, мы сегодня тоже в рамках круглого стола обсуждали, есть проблема и с теми свалками, которые существуют, что там выделяются эти газы, метан и токсичные газы, так называемые свалочные газы, которые тоже необходимо с ними что-то делать, и необходимо их перерабатывать тоже. Сжигать высокотемпературно, потому что тоже есть проблема. Вот возникает такой вопрос. Смотрите, картина вырисовывается достаточно, ну, будем говорить, яркая и приятная. Но вот как сделать так, чтобы это возможное завтра уже стало, ну, как какой-то момент, ну, нашим реальным сегодня? То есть, что мешает нам внедрить все это как можно быстрее в столице? Что могло бы позволить ускорить реализацию вот этих вот идей, проектов по, ну, не знаю, по улучшению экологической ситуации в главном городе страны, как минимум? И, возможно, этим опытом можно было бы поделиться со всеми городами страны? Ну, это вообще загадка, честно говоря. Мы на фракции, вот и с нашим председателем, Иван Чабан, поднимали неоднократно вопрос, и мы настояли на том, собственно говоря, что первое, освободить город Кишинев от этой свалки в Бабуячих, которая, в принципе, до сих пор чадит. Вот сейчас мы вернемся к теме того фитрата, левегата, и это и газы, и запах, и кроме запаха, просто отравляющие вещества. Значит, почему не было объявлено в свое время, не сделана переработка, начали частники это все делать, а сегодня с этими частниками не хотят или не могут договориться, либо что-то там происходит. Значит, десятки вопросов, которые мы знаем в этом городе, мы всегда задумываем, почему? Особенно такие вопросы, как мусор и вусор, это ликвидация твердых бытовых отходов, это такая же важная тема, как питьевая вода, как газ, как все это, потому что немножечко технология нарушится, и мы окажемся в этом коллапсе и будем жить в этой мусорной свалке. когда вот пристановился вывоз. Наблюдали. Но мы сегодня говорим о чем? Что уже существует линия переработки, например. Значит, ну, надо смотреть, либо все-таки разыгрывать тендера, находить другие линии, либо здесь заключать уже с готовыми. Уже можно вывозить меньшее количество мусора, использовать меньшее количество машин, меньшее количество топлива, меньшее количество захоронений и так далее. Почему это не делается? Значит, вот только сейчас идет два пилотных проекта, сейчас продлили на полгода, но всего лишь на полгода. Это не дает возможности ни развития, ни завтрашнего дня, и непонятные идеологии, а куда идем? Никто не сказал, что будет завтра. Если бы сказали, что будет вот так, вот так, мы вот этих не хотим, будет по-другому. Ну, хорошо, по-другому, тоже нет вопросов. Но давайте что-то делать. Все отмалчивают эту тему, все ее замалчивают. Если бы мы периодически ее не поднимали вот таким просто вбросом, она бы и сегодня не поднималась. Но почему мы еще раз подняли? Потому что договор с Цинцаренами, основной свалкой Кишинева, на принципе, единственный Молдовы, хорошо подготовленный, заключен только до декабря следующего года. Если условно предположить, следующего года, да, если условно предположить, что не будет складироваться мусор там, где опять на голову кому-то, опять на неподготовленную почву, опять эти инфильтраты туда, в подпочвенные воды и, не дай бог, в артезианку, и есть Министерство экологии, есть тысячи этих ведомств, все молчат. Никто же не поднимает и не говорит, вот давайте мы стройные, что делать завтра? Да-да, пусть у них есть, в случае экология наша, есть примария, которая обязана этим заниматься. Вот поэтому приходится не мытьем, так катанием, поднимать эти вопросы, ставить их, и мы по результату сегодняшнего круглого стола напишем запросы в соответствующие инстанции и попросим нам это объяснить, почему это не происходит. Вот как-то так. Понятно. Я хотел добавить, то, что молчат. Ну, у нас ведомство над ведомством, но, однако, по Минодепушчев, по Бубуечам, сколько раз это производство. По Бубуечам шесть лет вывозили здесь под боком, прямо под Кишиневым и создали экологическую бомбу. По пригородам у нас десятки свалок, по этим пригородам, непонятно. Мы говорим только по муниципе Кишинев. А если взять на уровне страны, эта картина вообще ужасающая. И толку от этих ведомств, которые как бы должны контролировать. Это и Санопид, и Министерство экологии, сейчас, наверное, Министерство сельского хозяйства и это. И все молчат. Я думаю, что Виталий даже больше говорит о том, что при организации вот этой Минодепурчел, куда складировано более миллиона тонн отходов, ни одного достаточных заключений они не могли быть. Не получено. Ни одной экспертизы реально. Ни одного разрешения. Что там в этой шахте теперь заложено? Достаточных, скажем так, достаточных количеств разрешений. Потому что, ну, можно было бы, если, кто-то пишет, ну, надо было бы, если вот подготовить. Но это все было не сделано. Это то есть было вот таким. Закрывали глаза просто и и не замечали проблем. Ну, мне меньше всего хотелось бы, чтобы, например, одной из целей или одной из тем наших вот грядущих эфиров могла бы стать, например, ну, не знаю, экологическая катастрофа, вызванная вот этой вот этой Миной замедленного действия, которая заложена вот в этой шахте Пурчел, когда, честно говоря, никто толком не дает хорошей экспертной оценки, что, собственно, город получит в результате вот этих действий. Я понимаю, вы нас и пригласили для этого. Мы сюда не пришли. Спасибо. Вот хотелось бы вот еще о чем поговорить. Я наблюдаю, ну, как обычный кишиневец, наблюдая за тем, как обустроены и как, будем говорить, присмотрены или ухаживаются места, в которых находятся мусорные контейнеры. Ведь это не просто сегодня место для сбора мусора, это еще само место мусора. Вот я могу так характеризовать, потому что я наблюдаю, что во время выноса мусора вина ли это кишиневцев, либо, может быть, как-то это самой системы. Ну, непонятно. Вокруг контейнеров начинает собираться огромное количество мелкого мусора. Контейнеры опорожняются специальными машинами, но в задачу этих рабочих не входит, например, там, подобрать рассыпавшийся мусор, не знаю, там, провести какую-то там уборку метелками и так далее. Очень редко вижу, что там появился работник, не знаю, ЖЭКа, ЖКХ, но чего-то там в какой-то спецодежде, который бы навел бы порядок, чтобы вот эта зона, да, она огорожена там кирпичной стенкой, но именно там скопление бытовых отходов такое, что вот он создает вот такую, не знаю, ауру. Ну и я считаю, что виноваты как муниципальные власти, так и жители, то есть на данном этапе виноваты все. Почему? Потому что, во-первых, муниципальные власти, да, они организовали вот эти площадки, то есть сейчас были программы, которые там финансировались из экологического фонда и восстановили площадки там новые, эти деревянные, но, опять же, не доработаны эти площадки раз, до конца, потому что площадку сделали, а подъездные пути либо подходы к этим площадкам не восстановили, то есть, опять же, у нас точечно что-то делают одну часть, но забывают то, что все вокруг. Во-вторых, ну, проблема с ЖЭКами на сегодняшний день, да, то есть в любом случае на сегодняшний день площадки эти находятся в ведении ЖЭКов. ЖЭКи, вы знаете, что арестованы. То есть кому апеллировать, не знаешь, кому звонить, что пожаловаться. И поэтому все сложно, но мы должны, мы говорим сегодня о том, что уже надо двигаться вперед и надо развиваться, а не стоять на месте. Мы с Александром Петровичем обсуждали, и уже необходимо собирать эти контейнера и периодически их мыть для того, чтобы именно сами контейнера, и не говорим уже о том, чтобы площадки были чистые постоянно. и да, это кропотливый труд, это есть затраты какие-то, но эти вещи надо делать. И когда человек будет приходить и видеть, что там чистая площадка сегодня, чистая площадка завтра, чистая площадка завтра, через какое-то время человек будет все равно привыкать к чистоте, ему будет неприятно выкинуть этот мусор рядом с контейнером, либо там... Ну тут еще надо сказать, что у нас Виктор Иванович был сегодня главный инженер в Солоретате, он говорит, что, ну во-первых, есть дирекция ЖКХ, которая должна заниматься этим вопросом, он говорит, ну вот мы, например, в центре города по ряду мусорок должны вывозить три раза в неделю этот мусор, значит, подбрасывает этот мусор, значит, мы, говорит, вывозим три раза в день. Значит, сегодня нужен, конечно, очень четкий координатор, кто за что отвечает, необходимо инспекция определенная, либо полиция, либо это самое, хозяин нужен, который бы на это все ориентировался, смотрел и как бы контролировал все это дело, значит, учет и контроль в наше время никто не отменил, без этого все происходит так, как происходит, поэтому, конечно же, Виталий даже упомянул мытье контейнеров, которые где-то делаются у нас, они не делаются, они стоят грязные, вонючие и сами по себе являются еще, но на этом, видимо, надо закладывать, понятие, деньги, смотреть, как это делается и дирекция должна работать, да, дирекция должна работать, должно быть достаточное количество средств, дворник должен быть работать не с тремя прутиками, как он сейчас работает, количество дворников должно быть достаточно, им должно меняться это в обязанность и не дай бог, что такое город, центр города или столица, и оно рядом, как говорите, все это валяется, кошки эти бегают, мыши эти бегают, это что такое? Конечно, надо наводить порядок. Александр Петрович, вот ситуация с жилищно-коммунальным хозяйством в столице. Мне кажется, такая зона тревоги для кишиневцев. Ведь то, что происходит сегодня с ЖЭКами, мне кажется, трудно приветствовать простому гражданину, потому что непонятно, что за всем этим может последовать. Вот ваше видение, насколько все это оправдано было, может быть, мог город спасти или заниматься реформированием ЖЭКов для того, чтобы у кишиневцев был какой-то, будем говорить, прямой доступ к конкретным личностям. Потому что сегодня непонятно, куда идти. Идти к тому, кто, допустим, в этом жилищном кооперативе назначен администратором, он тоже непонятно, как ему соответствовать этому назначению и куда дальше апеллировать со всем этим грузом жалоб, предложений жителей. То есть, мне кажется, вот я позволю себе такую вот право кишиневца взять, мне кажется, вот жилищно-эксплуатационный участок, ЖЭУ или ЖЭК, там как угодно, он все-таки имел право на существование. Потому что это возможность прийти, допустим, даже самым бедным нашим согражданам, допустим, тем же пенсионерам, одиноким людям, которые могли прийти, взять за руку или там добиться, чтобы к ним пришел сантехник и электрик. Потому что не все мы должны делать своими руками, должны что-то делать профессионалы. В данном случае мы какое-то профессиональное звено из нашего социума, из нашей жизни выключаем. Вот почему это происходит, насколько это оправдано и что вот дальше будет? Станислава Невнаеву, вы тронули такую очень серьезную тему, она на миллион. Значит, действительно, сегодня распала система ЖЭКа. Из 23 ЖЭКов, значит, 21 в процессе несостоятельности арестован, один там суд не дошел до этого самого и один там в свободном полете. Сегодня вся система ЖЭКа, а с нашей точки зрения, значит, это достаточно социальная была, тем не менее, программа ЖЭКи Кишинева по той причине, что, как вы сказали, значит, несмотря на то, что собирался один лей с квадратного метра, значит, жилья, выделялись средства. Ну, я не говорю, что хорошо. Значит, и на ремонт крыши. И к этим пенсионерам можно было, по крайней мере, вот мы сидим на приеме, приходят, что-то можно было сделать. Там крышу залатать, вот там починить водопровод в подвале что-то делать. То есть, беды был адрес и были ответственные люди. Да, что-то можно было делать. Конечно, сегодня говорят, что дайте нам 6 лей, другие говорят 8, 3, 10 лей с квадратного метра, и мы из города что-то сделаем. Но это непомерные платежи сегодня для кишиневцев. И сегодня вот этот лей, который собирается населением, он уходит на обслуживание вот этого процесса несостоятельности. Даже то, что было, оно, в принципе, потеряно. Мало того, потеряна управляемость, значит, за процессом несостоятельности стоит администратор, который совершенно не подчиняется примарии. И сегодня приходят в примарию, а примарии не управляют этими жеками. Сегодня происходит, что попало. Мы провели, кстати, круглый стол по вот этому вопросу и говорили с Чебаном, с Иваном, который нас полностью поддерживает, надо к этой теме вернуться. Значит, конечно, что-то нужно делать, особенно вот после этих выборов, что там будет. Потому что город не управляем. Мы предлагали передать всю эту численность в МСЛ, их там пять, с их техникой, тракторами и так далее. И до конечный пункт вообще есть в городе такие идеи. Мы, если хватит время, вернемся в ассоциации, которые сегодня не работают, но которые как бы будущие. Но этот на период перехода в ассоциации, полтора-два года, конечно же, бы нужно, чтобы задействовала вот эта структура. Это нужно было Бунсовету проголосовать передачу этой численности. И город должен жить и работать. Сегодня этого не проходит. Решения на это уже, ну, по крайней мере, нами найдены. Может быть, кто-то предложит что-то другое, но это нужно делать. Вот это бездействие сегодняшних властей, оно меня вообще поражает. Мы это включали в различные пункты, но как-то все замалчивают. Ну, наверное, кому-то невыгодно, потому что, понимаете, что ЖЭКи, это были руки, которые, ну, будем говорить, если мэр, это хозяин города, да, то у него должны быть исполнители. Те, которые непосредственно контактируют с кишиневцами, с их проблемами, решают эти проблемы. Ну, надо сказать, что там, конечно, есть еще одна проблемка. Проблемка на 600 миллионов лей задолженность, да, нераспределенного этого теплоэнергии и так далее. ЖЭКи не несут за это ответственности. Одни борются за одно, другие за третье. Ну, этот вопрос нужно решать, его нельзя забывать. Значит, его нужно решать, он решение, он имеет. Поэтому власть по придирающей, значит, надо как бы вот, особенно муниципи должны встать и сказать, будет вот так, по крайней мере, на переходной период, чтобы город заработал. То есть, у городночельника должна быть позиция? Позиция, да. И чтобы был понятен весь парадокс ситуации, год, уже почти год, город не управляется. Система ЖКХ города не управляется никем. Почему? Потому что... Ну, как-то там что-то происходит, но это все... Не подчиняется никому, скажем так, потому что... В качестве одолжения. Да, в процессе несостоятельности на данный момент ЖЭКами управляет администратор. Администратор в процессе несостоятельности имеет право не отвечать на письма, имеет право не предоставлять отчеты финансовые. Он ни перед кем не отчитывается, он отчитывается только перед судом, но его задача в процессе несостоятельности рассчитаться с долгами, то есть рассчитаться с кредиторами. Учитывая то, что кредиторы там порядка, как мы говорили, 600 миллионов лей, понятно, что сейчас город... То есть это получается, человек, администратор этого ЖЭКа, человек, который следит за тем, куда деньги с счета, которые поступают на счет ЖЭКа, перекочует в счет кредитора. Не все. Там много очень проблем, одним словом не скажешь, но да, управляемость потерялась. Доходило до того, что вот Гонти, Петр Степанович, который, кстати, уволился, когда мы были прошлым летом начинали с Виталием эту тему, он говорит, ребята, я вас только прошу, но не сейчас. Я, говорит, прошу эти самые ЖЭКи убрать хотя бы вот эту листву, значит, вот эти ветки, которые поломаны. Если сейчас что-то делать, они от этого откажутся. Значит, ну, и это была последняя работа, которую они выполняли. Ну, я вам хочу сказать, что до сих пор, вот апрель месяц 2018 года, и есть места, где висят ветки с апреля 2017 года. Чтобы было понятно, и опять же, за счет муниципального бюджета в прошлом году еще чуть смягчили удар, то есть те же крыши, те же мелочи, вот эти, которые там проводились ремонты, все эти ремонты проводились за счет муниципального бюджета. То есть 90% материала было перечислено за счет муниципального бюджета. То есть вот эти леи, либо вот эти деньги, которые собирают сейчас ЖЭКи, они не идут на ремонт, они не идут, они идут на обслуживание, как сказал Александр Петрович. На заплату администратору, там, это все. Поэтому ситуация очень блачевная. Можно было бы вообще тогда людей перенаправить куда-то на другое профессиональное предназначение и ждали бы себе, когда этот долг закроется. Но если уже говорить о деньгах, вот посмотрите, недавно в средствах массовой информации в столице прошло под разным оценком, озвучено было моими коллегами, кто сомневался в необходимости этого поступка, сегодняшней исполняющей обязанности столичного градоначальника, кто-то с восхищением это воспринимал, а кто-то, конечно, с нескрываемой критикой. Да, был накрыт достаточно красивый такой, ну, не знаю, цветочный ковер в Кафедральном соборе, но, насколько известно, было потрачено 1,8 млн денег. И если уже говорить о деньгах и их правильном распределении для нужд, вот вам вопрос, как представителям команды профессионалов, которая сегодня состоит в команде кандидата на пост градоначальника Иоанна Чабана. И, ну, я думаю, что кишиневцы следят за тем, что происходит на Мунсоветах, следят за работой вашей фракции. Вот, и тем не менее, как, с вашей точки зрения, было бы правильно распределить эти 1,8 млн, насколько это было бы необходимо вот так и технически, может быть, делать то, что было сделано с этими цветами. Потому что вот я, как и мои коллеги, наблюдали, что фактически этот ковер лежал несколько суток без присмотра. И на нем, ну, во всяком случае, мы видели, как дети бегали за своими игрушками, за своими мечами, которые закатывались на этот ковер. И как бы мы понимали, что, ну, становимся свидетелями очередного бездарного разбазаривания муниципальных средств. Ну, надо сказать, что, конечно же, есть первоочередные задачи, их много, которые можно озвучить, как нужно было делать все это. С другой стороны, меня несколько удивило, вот с Виталием мы разговаривали, мы, прорабатывая бюджет этого года, мы затронули, конечно, все аспекты, которые включены в нашу комиссию. Это и спа-целеверсии, это и троллейбусные автобусные парки, это и энергетика, экология, тысячи вопросов, которые занимались. Да, ну, это десятки вопросов, комиссия очень такая, с обширной тематикой. В том числе мы говорили и об озеленении Кишинева, конечно, об этом нужно говорить. Не в таком вот взять, когда тысячи проблем затратить деньги, но мы подали и делали публичные выступления с показом, как говорят, с показом слайдов. Значит, об озеленении, о цветочном, это самое, эту тему мы разработали совместно, со спа-целеверсию в непосредственном участии. Там ходило озеленение Штефана Чалмари, значит, обоих вот этих парков, всех узловых зон, всех районов, в том числе Рыжкановка, Ботаника и так далее, с оригинальными вкраплениями этих цветов и, значит, малых архитектурных форм. И у нас на это ушло на все озеленение города 1,4 млн. То, что мы предлагали, если бы пойти этим путем. 1,8 млн. до всего города. Да, 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 там получается 10 локаций цветников. Ну, что такое 10 локаций? Одна из локаций, это по Штефана Чалмари, по обе стороны дороги должны были быть цветники, слева и справа. Вот одна локация, например. Это, да, там на Рыжкановке. По всему бульвару. По всему бульвару Штефана Чалмари. И парк Штефана Чалмари, и парк Пушкина тоже в том числе входили, как я говорю. И проспект Дача, то есть там, ну, программа, да, 10 локаций. То есть, как бы, вот я не стал бы говорить, что вообще это не надо. Хотя, действительно, проблема в городе, это такое действие для меня было с загадкой полностью. Тем более, что эти цветы, ну, посмотрим, процент выживающего. Если кто-то потом скажет, это действие было такое, ну, бог с ним. Город украшать надо, но нужно понимать, как, когда, зачем, и чтобы это было надежно, надолго и для всего города Кишинева, как таково. Ну, и еще такой момент. Вот, опять же, если уже продолжить тему пиара на муниципальных проблемах, то мы все наблюдали за тем, как происходил вот этот вот нашим очень любимый нами, автомобилистами, ремонт дорог. Дорог, назовем его как, ямочный, заплаточный, я не знаю, уже, в общем-то, невозможно без слез приезжать, например, по улице Альбешуара. Она вся в асфальтовых кочках, уже столько там этих заплаток поналепили, что нет, наверное, участка. Вот ситуация с ремонтом дорог. Возможно ли сегодня в Молдавской столице иначе проводить эти работы так, делать их так, чтобы не превращать, ну, не знаю, в эту муку передвижение на автомобиле по столице? Ну, во-первых, хочу отметить тот факт, что это первый год за последние годы, когда ремонт дорог начался весной. То есть, я считаю, что это непосредственно наша заслуга, во-первых, потому что два года мы бились с исполнительной властью и с этой всей структурой, как было до сегодня. Виталий, как бы она прозвучала, несколько я перебью. Разговор идет о том, что, он говорит сейчас, и ямочные ремонты, которые тоже возможны, сейчас ты продолжишь. Значит, вот эти все работы, как происходили, экс-друппы и это самое, проводились тендера до октября месяца. Ну, сначала бюджет, бюджет утвердался в мае, после утверждения бюджета проводился тендер. По итогу, чтобы понимали правильно телезрители, тендер занимает это примерно полтора месяца. 45 дней только процедура тендера плюс заключение контракта. То есть мы начинали ремонт дорог, в мае утверждали бюджет, плюс полтора месяца тендер, плюс заключение контракта. В августе компания-победитель начинала работу, то есть в сентябре, октябре, осенью начинался ямочный ремонт дорог. Мы не говорим о том, чтобы это. И два года мы били за то, чтобы, имея предприятие муниципальное, заключить прямой договор с муниципальным предприятием из одного источника. То есть после утверждения бюджета предприятие сразу начинало свою деятельность. Мы этого добились и в этом году муниципальный совет наконец-то утвердил прямой договор с двумя предприятиями. Это Лумтех и Эксдруппа. Лумтех это освещение? Освещение. Но это абсурд, когда муниципальное предприятие, которое занимается ремонтом дорог, либо поддерживает освещение в городе, участвует в тендере, чтобы выиграть эти услуги. И вот я считаю, что за счет этого мы должны, то есть благодаря этому ремонт начался сейчас. Ну это часть та, которая как бы вторичная. На ваш основной вопрос мы видим, что даже Штефана, которая как бы сделана, уже вокруг ливнек и так далее, все разбито. Мы поднимали неоднократно вопрос со всеми заинтересованными организациями, обращались в фирмы эти самые, и Эйджис, которая должна была контролировать, и которая получала бешеные деньги в сутки за контроль. Значит, нужно просто по-человечески относиться, нужен нормальный контроль, нужно нормальное, как мы говорим о рушине, и заниматься качественным ремонтом, и понимать, что, когда и как делать. Этого не происходит в городе, это огромный разговор серьезный. Это можно, нужно, и я думаю, что мы как бы все это остановим со временем, и будут качественные дороги. А тут, с Клавиталией, да, тоже это нужно делать, и вот эти наши городские, и Субарби, не только там вот этот ремонт частичных дорог и прокладка дорог. Это сегодня, возможно, из одного источника этот путь мы несколько ускорили, но это такая параллельная тема. Да, ну, действительно, тема, которая требует того, чтобы ее развернуть, наверное, в отдельном эфире, и я с удовольствием вам предлагаю продолжить наши такие вот встречи, найти время для следующей программы в рамках эфира городской среды. Спасибо вам за этот разговор, мы вот сколько успели, буквально наши 45 минут пролетели незаметно для вас, я думаю, и для зрителей. И надеюсь, что из того, что было сказано, очень много полезного почерпнули наши зрители, и будем дальше следить за тем, что происходит в муниципальном совете, и как меняется жизнь кишиневцев, и надеюсь к лучшему. И это, в общем-то, наверное, главный посыл и наших тем, наших программ, для того, чтобы мы могли помочь изменить жизнь кишиневцев, сделать их комфортной средой обитания, а не средой выживания. Спасибо вам. Спасибо вам за приглашение. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях были муниципальные советники от партии социалистов Александр Комаров и Виталий Мукан. Следите за эфирами, будет интересно, мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...